Пришел своему дяде, Абу Джаглю, который ночью пришел в сильную такую дождливую погоду, постучал дверь, на что он был богатым, он сказал, что если сейчас кто-то попросит, по нужде только вышел в такую погоду, что его вывел из дома, все что попросит, я ему дам. Значит, он сильная нужда, если он оставил дома, пришел ко мне, открывает дверь, стоит Мухаммад, на что он сказал, что у тебя Мухаммад, он сказал, дядя сказал, и он закрыл перед ним дверь, поэтому даже своему дяде Абу Талиб, когда умирал, единственное, одно просил, дядя скажи только, но отсюда задается вопрос, если они понимали, на это указывает коранический текст, то, что Создатель Аллах, так и так, если они понимали бы это слова, как нету Создателя, кроме Аллаха, закрылся бы вопрос и все, но они говорили, как одним Богом можно сделать, то есть мы просим у других тоже богов. Он что, и так он, не сказав, и умер, дядя, пророка Мухаммада, несмотря на это все, пророк, что заплакал, и тогда Аллах мне спослал, пояснил, ты не можешь поставить на прямой путь того, кого ты любишь. Отсюда тоже далили, мы берем какую манфа, то, что можно ли любить неверующих или нет, если он твой родственник, можно, потому что пророк Создатель Аллах любил своего дядя Абу Талибе, Однако Аллах поставит на прямой путь, ведет прямым путем того, кого пожелает. Ему дали самое слабое наказание за то, что он не сказал, что в Аду вечное только оно. Вечное наказание это Это тапочки, да, щиколтык из огня, от которого кипят мозги. Вечное наказание в Аду. Вот самое слабое наказание в Аду, за то, что он оберегал, за то, что он любил своего племянника Мухаммада.